В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Заведующие воспитатели няни 27 сентября в России отмечают день дошкольного работника. Осторожно, грипп! Как уберечь себя от заболевания? Заключительный матч определился чемпион юбилейного городского турнира по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты открыли осенне-зимнюю думскую сессию. Несмотря на то, что в повестке было 15 пунктов, заседание прошло достаточно быстро. Большая часть вопросов носили технический характер и касались приведения местных нормативно-правых актов в соответствии с верхним законодательством. Решили народные избранники и судьбу некоторого муниципального имущества. Так, большинством голосов утвердили условия приватизации акций «Дом-книги». Их начальная стоимость чуть более 43 миллионов рублей. Пересмотрели условия приватизации магазина «Звездный». Так как на это имущество не нашлось покупателя и отчет о его оценке устарел, была сделана новая оценка. Стоимость «Звездного» упала на 3 миллиона и стартовая цена сегодня составляет 22 миллиона 73 тысячи рублей. К другим новостям. 27 сентября по всей стране отмечается День работников дошкольного образования. Этот праздник приурочен к созданию в России первого детского сада. Работники дошкольных учреждений помогают ребятам гармонично развиваться и занимаются их подготовкой к школе. В честь праздника в Департаменте образования прошла торжественная церемония награждения тех, кто решил посвятить свою жизнь воспитанию малышей. Подробности далее. Именно чутко и трепетно отношения к своим подопечным Елена Бельдюгина считает главным в профессии воспитателя. За плечами у Елены 25 лет педагогического стажа. И семь из них она посвятила работе с малышами в детском саду. Наша работа трудна, это понятно. Но когда получаешь от детей какую-то отдачу, их искрящиеся глаза, то, не знаю, этот не нравится. Профессиональный праздник педагогов дошкольного образования еще очень молод. В нашей стране он отмечается в 14-й раз. Но профессия воспитателя берет свое начало в середине 19 века. За свою историю она прошла через множество реформ, но одно осталось неизменным. Воспитатель детского сада – один из главных людей, которые участвуют в формировании личности ребенка. Я постоянно восхищаюсь и даже не понимаю порой вас, у которых столько терпения, столько доброты, столько желания помочь ребенку. Я хочу вам это пожелать не только хороших детей, но и понимающих родителей. В честь праздника почетными грамотами наградили тех, кто посвятил свою жизнь этой благородной профессии. Обращаясь с поздравлениями к педагогам, представители администрации отметили высокий профессионализм воспитателей нашего города. Каждый из них, каждый день на этой работе делает все, чтобы наших малышей окружала атмосфера тепла, дружбы, любви. После официальной части гостей поздравили дошколята. Танцы, песни и стихи в этот день они посвятили своим наставникам-воспитателям. Но и сами педагоги не остались в стороне и проявили свои актерские способности в творческих номерах. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. 28 сентября в Музее ядерного оружия пройдет традиционный открытый видеовечер. Он приурочен ко дню работника атомной промышленности и посвящен памятным и юбилейным датам этого года. В программе – просмотр и обсуждение историко-документальных фильмов из архива музея. Ведущий вечера – главный специалист музея «РФИАЦВНЕВ» Виктор Лукьянов. Начало в 6 вечера. Вход свободный. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Спасатели предупреждают. 27 и 28 сентября в Нижегородской области возможно резкое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Жителям региона рекомендуют не парковать свои автомобили вблизи деревьев, а также избегать слабо укрепленных и верхних конструкций. Если непогода застала вас в машине или в помещении, то не покидайте их до тех пор, пока сильный ветер не стихнет. Саровчан призывает сообщать в правоохранительные органы о фактах незаконного распространения наркотиков. В прокуратуре напоминают, что рассказать об этих преступлениях можно и анонимно. Для этого достаточно опустить сообщение в специальный ящик. Всего в городе их 7, у проходных 1-го и 3-го завода, 21-й площадки и 87-го здания, а также в вестибюлях 1-й детской поликлиник и торгового центра Плаза. В пятницу 28 сентября в детской библиотеке имени Пушкина пройдет скайп лекция на тему «Литературная классика. 21-й век». Своими знаниями саровчанами поделится кандидат филологических наук, поэт и литературный критик Константин Комаров. Лекция начнется в 13 часов. Приглашаются все желающие. В России стартовал проект «Александр Невский. Слава, Дух и Имя России». В прошлом году в нем приняли участие 17 регионов страны. Всего было отправлено около 1700 работ. Из них более 700 – от жителей нашего города. Уже сегодня саровчане вновь могут попробовать свои силы. Для этого необходимо принести сочинение, стих, видеоролик или любую другую творческую работу в историко-краеведческий центр «Истоки» по адресу проспект Мира, дом 26. При этом главным героем может быть не только Александр Невский, но и любая другая историческая личность. В нашей стране ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет к которому россиян не сформирован, сообщает Роспотребнадзор. Медицинскими учреждениями России уже закуплено 62 миллиона прививок. Компания по вакцинации против заболевания стартовала и в нашем городе. Подробности в следующем репортаже. Каждый год в одно и то же время. Именно так можно сказать об эпидемии гриппа в России. Наверное, сложно найти человека, который никогда в жизни не болел гриппом. Все знают симптомы этого заболевания. Высокая температура и поражение дыхательных путей. Чаще всего от этого страдают дети, посещающие сады и школы, потому что инфекции там разносятся моментально. Но думающие родители, конечно же, помнят, чтобы не заболеть, надо прививаться. Вакцина от гриппа, она действует уже, начинает действовать через 8-12 дней от момента, когда ее сделали. И продолжается ее действие до в среднем 8-12 месяцев. То есть ребенок защищен на весь последующий год. Прививка от гриппа в России – дело добровольное. Но, как подчеркивают врачи, только благодаря массовой вакцинации населения актуальным штаммом против гриппа в нашем городе давно не слышали об эпидемии этого заболевания. Это касается не только детей. Реже болеть стали и взрослые. В нашем городе среди взрослого населения в последние 8 лет не было эпидемии гриппа. Это практически заслуга того, что достаточно большая прослойка населения охвачена прививками против гриппа. В этом году по традиции бесплатно могут привиться дети с 6 месяцев, школьники и учащиеся техникумов и вузов, работники образовательных и медицинских учреждений, а также сотрудники других социальных направлений. Также на прививку могут рассчитывать беременные женщины, люди пожилого возраста и жители города с хроническими заболеваниями сердца и легких. Если по тем или иным причинам в сезон обострения заболевания вы не сделали себе или ребенку прививку от гриппа, советы врачей остаются неизменными. Мы не рекомендуем посещать концерты, какие-то массовые мероприятия, использовать масочный режим. Кто-то, если в семье особенно заболел, ну, в принципе, витамины. Прививочный сезон в Сарове уже стартовал. Затягивать с полезным уколом не стоит, как не стоит и бояться побочных эффектов вакцины. Главное, следует помнить, что последствия от перенесенной болезни значительно тяжелее, чем последствия от введения вакцины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Комарова несколько лет преподает в начальных классах школы-интерната номер 9 уроки здоровья и основы безопасности жизнедеятельности. За это время она разработала большое количество методического материала, который успела представить на различных профессиональных конкурсах города и области. С авторским проектом «Тропа здоровья» Татьяна стала призером всероссийского конкурса «Школа здоровья-2018». Мы использовали территорию нашей школы, оборудовать которой помогли нам сами ребята на уроках труда. То есть они сами это все делали, помогали нам, раскрашивали, расставляли. И у нас получилась так называемая «Тропа здоровья». На территории школы находятся несколько станций, по которым мы двигаемся на занятиях уроков здоровья, выполняем задания. Начинается «Тропа здоровья» со станции «Код ученый». Здесь ребята получают первое задание, после чего отправляются на следующие этапы квеста. Так играя, они осваивают программу многих школьных предметов. На этой «Тропе здоровья» можем объединить несколько предметов. Соответственно, создать для ребенка полную картину мира, влияние природы на человека, как человек может влиять на природу, как можно развиваться, чтобы быть здоровым, как надо заботиться об окружающей среде. То есть это вот, скажем так, вот этим она, наверное, и хороша. Татьяна Комарова уверена, если в проекте «Тропа здоровья» доработать некоторые детали, его можно будет смело отправлять на конкурсы всероссийского уровня. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. На протяжении многих лет православный волонтерский центр «Радость моя» помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Раньше все пожертвования нуждающимся саровчане приносили в храм всех святых, но сегодня для этого появилось отдельное помещение. В нашем городе работает специальный гуманитарный склад, который носит имя царевича Алексея Романова. Благодаря неравнодушным саровчанам многодетные и малообеспеченные семьи и другие незащищенные категории граждан могут получить здесь одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Сегодня центр «Радость моя» просит жителей города вновь помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Гуманитарный склад на улице Пушкина – это место, где человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может взять вещи первой необходимости и для взрослых, и для детей. Одежда, обувь, игрушки, коляски – все это можно подобрать на любой возраст и размер. Но сейчас нескольким саровским семьям нужна мебель. Маленький раскладной диван, детский стол и стульчики. Еще для погорельцев в городе Саров просим холодильник, БУ небольшой, то есть у человека не осталось никаких вещей. В Саровской центре «Милосердия» часто обращаются из Дивеева. В сентябре попросили помочь с велосипедами, детским и подростковым, а также бытовой техникой для кухни. Чтобы готовить еду, нужна мультиварка. Волонтеры всегда откликаются на призывы о помощи и всегда находят способ помочь. Звонят по телефону центра «Милосердия», могут назвать там, в чем нуждаются. Мы собираем так называемую посылку, добрую посылку. Вещи для дивеевцев передают либо через добровольческий пункт выдачи, либо привозят на дом нуждающимся. Анна Куцых напомнила, чтобы получить помощь, нужно прийти на гуманитарный склад, написать заявление и выбрать необходимые вещи. Если чего-то еще не смогли подобрать, то эта заявочка остается, и мы по ней работаем. Потому что люди постоянно подносят вещи, и среди новых вещей может оказаться то, что им было нужно. Передать вещи можно через церковный гуманитарный склад, который находится на улице Пушкина, дом 24А. По вторникам и четвергам после пяти часов вечера, а в субботу с девяти до двенадцати часов. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 17 туров позади, а это значит, что городской чемпионат по футболу подошел к концу. Юбилейный турнир принес любителям этого вида спорта немало радости и разочарований. Лидеры соревнований определились с первых игр, но кто из них заберет себе титул чемпиона, предугадать было сложно. На центральном поле стадиона Икар прошел заключительный матч между командами Терем и Буревестник. Кто стал победителем юбилейного 70-го чемпионата города, расскажем в следующем репортаже. Весь турнир Терем и Буревестник шли практически на равных, и финал должен был определить, кто все-таки сильнее. Уже в начале игры спортсмены Терема взяли инициативу в свои руки и забили первый мяч ворота соперников. А к концу первого тайма утвердили свои преимущества еще одним голом. Отыграть пропущенные мячи Буревестник не смог. Команда не хватило на два дня игры. У нас через день была игра. То есть в понедельник мы очень важную игру играли. По сути, игра за это в полуфинал получилась. То есть команда выложилась на эту игру, и сегодня уже не хватило. Просто физически. Терем молодая команда играет на городских турнирах всего два года. Но за это время спортсмены успели заявить о себе. В прошлом сезоне они завоевали титул чемпиона зимнего турнира по футболу среди команд Сарова. А в этом году стали лидерами 70-го юбилейного чемпионата города. Планировали в тройке быть, но, как говорится, случилось спортивное чудо и заняли первое место. Игрок был достаточно сильный, боролись. То есть от этого матча зависело все. Либо будем первое место займем мы, либо первое место займем Буревестник. Но все-таки 70-й чемпионат, достаточно такой юбилейный. И было очень приятно выиграть. Всего в чемпионате города приняли участие 14 команд. По итогам турнира с минимальным отрывом вторыми стали футболисты «Авангарда». А обладателями бронзы – игроки команды «Буревестник». Каждый коллектив показали достаточно хороший футбол, содержательный. Но на следующий год, думаю, некоторые команды выводы сделали, тоже включатся в чемпионскую гонку. Но на этом футбольные баталии не закончились. Саровским спортсменам предстоит определить еще и обладателя Кубка города 2018 года. Полуфинальные матчи соревнований пройдут 1 и 2 октября на центральном поле стадиона «Икар». Начало игры в 18.00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!